Спасибо, Злата. Злата попросил меня вначале сказать пару вопросов вообще про компанию «Битролиум». Сказал, что студенты интересуются и не всегда понимают. Вот даже Злата, представляя меня, сделала характерную ошибку. Он оказал компанию «Бритролиум» петролиум. Такой компании не существует уже больше 10 лет. Компания в 1905 году произвела небрендинг и с тех пор называется «Битролиум». Просто «Битролиум», две буковки и никаких других расширений. Это не аббревиатура, это просто название компании. И второе, я на самом деле названные Златой должности занимаю в разных компаниях. Потому что главный экономист в России и СНГ я в компании «Битролиум» То есть это глобальная группа компаний, глобальная. Вице-президент я в ее дочернем одном из подразделений «Битролиум». Как главный экономист я вхожу в экономическую группу «Битролиум». Надо сказать, что среди крупных нефтяных компаний, а «Битролиум» — одна из трех крупнейших частных нефтяных компаний мира, такой группы нет нигде. Везде экономистов меньше. Но вот для того, что компания «Битролиум» позволяет себе поддержать такую значительную группу экономистов, распространенную по всему миру, половина из нашей группы постоянно базируется в Лондоне, а остальные имеют кроме функциональных и региональных обязанностей. Я отвечаю за регион бывшего Советского Союза и примыкающих в евразийских государствах. Есть мои коллеги в Индии, есть коллеги, но сейчас нет, он скоро опять будет, в Бекине. И есть в Вашингтоне, открывающийся Америку. Наиболее известна наша группа двумя публичными продуктами, которые являются такими флагманскими для всей компании «Битролиум». Один из них, в этом году мы уже выпустим 64-й выпуск этого продукта, он называется «Статистический обзор мировой энергетики». Это достаточно долго был вообще один из наиболее используемых источников статистики по мировой энергетике. Последние годы появились и другие источники, но он до сих пор является одним из таких часто используемых. Каждый год в июне мы представляем очередную книжку цифр. Более того, у нас на сайте есть информация в формате Excel, то есть если кто интересуется, можно куда заходить, брать достаточно длинные ряды для анализа. Ну и естественно, потом на материале цифровом мы готовим обзор мировой энергетики. И вот в июне я его представляю, в этом году опять это будет. В России мы это обычно делаем в рамках нефтегазового семинара в Институте мировой экономики и международных отношений, семинара, который наша компания отобьет. Второй продукт – это прогноз развития мировой энергетики до 2035 года, который мы тоже ежегодно обновляем, уже примерно 4 или 5 лет сделали его публичным. То есть мы его, вот статистический обзор всегда был публичным продуктом, все эти 64 года. А прогноз был сначала продуктом для руководства компании, то есть внутреннего пользования, но потом мы его сделали публичным. Опять же, вот в феврале сего года мы его выпустили. Вот в сегодняшнем пакете слайдов есть достаточно большая часть оттуда, но в принципе у меня там около полусотни слайдов, и если у меня времени на разговор всего час, то, естественно, я не думаю, что мы до прогноза доберемся, но если кто очень заинтересуется, то, во-первых, можно зайти на наш сайт и посмотреть там, там есть и презентации, и буклеты, то есть слайды переложены слайдами текстовыми, где все основные выводы приведены. И, кроме того, в пятницу на этой неделе, в том же самом институте Мировой экономической отношения, я буду этот прогноз представлять. Так что, если кому-то очень хочется, можно попробовать туда дойти, если не хочется читать, а хочется именно послушать. Вот, но это представление нашей группы. Естественно, кроме этих двух продуктов, мы занимаемся постоянным анализом энергетических рынков, и вот Зулак попросил меня сегодня начать именно с того, что происходит сейчас на рынке нефти, потому что, понятным причинам, это вызывает наибольший интерес. Вот с этой первой части я и начну. Сначала я остановлюсь на том, что, по нашим взглядам, происходило, происходит, скорее всего, будет происходить на мировом рынке нефти. Затем я расскажу, ну, поделюсь с вами нашими наблюдениями о развитии нефтяной и газовой промышленности в России. В конце, если мы доберемся до прогноза, скорее всего, мы не доберемся, просто покажу слайды, которые вы, наверное, и так знаете, но, в смысле, информацию, которую вы увидите, вы знаете, это о значении нефтегазовой отрасли для экономики России в целом. Почему это интересно для нас? Вот мы занимаемся не только энергетикой, но и экономией. В портфель мой, как главного экономиста, входит в помощь правительствам тех стран, где компания работает, в проведении разумной экономической политики, макроэкономической политики, прежде всего, потому что компания считает правильным помогать правительственным странам, где она работает, в разумном управлении тем, что называется ресурсными доходами. Поэтому и в России мы работаем с правительством, в Азербайджане, пока были в Катманистане и в Казахстане, и там я вот с правительствами этих стран тоже постоянно сотрудничал, помогая им. Именно поэтому, значит, для нас важно не просто экономика нефтегазовой отрасли, но и как она влияет на экономику в целом. Ну, все, вступление на этом закончу, перехожу к нефтяному рынку. То, что вы видите на слайде сейчас, это, как вы можете заметить, очень длинный ряд нефтяных цен и также показатели волатильности нефтяных цен. Как вы видите, ну, все знают, да, что были нефтяные шоки в середине 70-х и в конце 70-х годов. Вот их видно, да, но по сравнению с тем, что происходило перед кризисом 2008 года, да, все это как бы меркнет. Видно, насколько повышались цены в этот период. Опять же, с точки зрения тех, кто занимается сырьевыми рынками, ничего необычного вот в таком взлете не было, да, понятно, что это единственный рынок нефтяной, который картилизован, где основные производители сдерживают поставки основного продукта на рынок, ну, и поэтому ценообразование носит весьма специфический характер. Ну, в общем, я не буду долго, это не вводная лекция про энергетику, да, я вот просто, подводя к тому, что происходит сейчас на рынке, обращу ваше внимание на, как бы, последнюю часть этого длинного ряда. Вы видите, как цена провалилась в кризис 2008-2009 годах, потом отскочила обратно, а потом, как бы, замерла. Более того, что еще более интересно, если вы посмотрите вот сюда, вы увидите, что волатильность цен в этот момент оказалась просто практически рекордной низкой за весь период наблюдения. То есть, вот это сложилось, как бы, никто не мог понять, что такое, что случилось. Ну, то есть, на поверхности выглядело очень странно. Рынок стал вести себя каким-то непонятным образом, цены вдруг замерли. Но, на самом деле, это затишье, мы его тогда же еще называли затишьем перерыва, и это оказалось правильной характеристикой. Она, вот эта динамика, она сложилась весьма случайным образом. Есть, конечно, люди, которые придерживаются теории заговора и думают, что цены на нефть определяет 5 мудрецов, как и многое другое в мировой экономике. На самом деле, на наш взгляд, все объяснялось очень просто. Вот этот вот такой баланс, который сложился на рынке, баланс, который позволил не только стабилизировать цены, но и стабилизировать их с точки зрения волатильности, это было совершенно случайное совпадение двух наложившихся друг на друга во времени процессов. Один, вот это вот то, что вы видите в нижней части графика, в отрицательной области. Это объемы нефти, которые выпали с мирового рынка после того, что принято называть арабской весной, то есть сначала с весны 2011 года. Вы видите, что кумулятивно до 2014 года, до начала прошлого года, с рынка ушло 3 миллиона баррелей в сутки. Если вы помните, сейчас там весь мировой рынок, кроме нефти, это примерно 93 миллиона баррелей в сутки, то есть 3 миллиона это много. Вот в любой другой ситуации, если бы с рынка вдруг выпало 3 миллиона баррелей в сутки, цены не были бы стабильными, как тогда наблюдалось, взлетели бы до небес, взлетели бы выше, чем уровень, которого они достигли до кризиса 2008 года. Но этого не произошло. Как я сказал, цены были стабильными. И произошло это потому, что вот этот процесс выпадения нефти с рынка был компенсирован, опять же случайно просто, вот так сложилось, начавшись именно в это время революцией сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. То есть явление, на самом деле, как вы видите, оно очень недавно. Оно вот началось где-то в 2012 году, то есть всего-то 3 года назад. До этого, конечно, в Соединенных Штатах Америки произошла революция сланцевого газа. Если кто следил за этим и за восприятием этой революции в России, то, наверное, знаете, что российские основные производители даже очень долгое время считали это пропагандой, что никакой революции нет, некоторые до сих пор так считают. Но, супротив и вопреки их мнениям, на самом деле революция сланцевого газа не только свершилась, но и выплеснулась в соседний сектор нефтяной. Опять же, вот как человек из нефтегазовой компании, честно признаюсь, что вот на этом периоде, когда уже сланцевая революция газовая состоялась, а нефтяная еще не начиналась, и я говорил со своими коллегами и инженерами, понятно, что я экономист, от меня это технологии достаточно далеко, но тем не менее, мне как экономисту было понятно, что, скорее всего, вот этот вот эффект распространения, вероятность этого процесса весьма высока. А инженерам это казалось маловероятным, они говорили нет. Совершенно очевидно, газ газом, а нефт нет. Но вот их скепсис оказался повержен их же коллегами другими инженерами, которые совершенно успешно, две основные технологии, использовавшиеся в сланцевой революции газовой, а именно горизонтальное бурение и многоступенческий гидроразвит гласта, применили на месторождениях того, что принято называть сланцевой нефтью, что, опять же, геологически неверно, если кто-то любящий точные термины, правильно это называть нефтью из труднопроницаемых коллег. Но так как язык сломаешь и неудобно, все по привычке называют это сланцевой нефтью. Ну, неважно. Нефть-то, на самом деле, понятно, что такая же, как и другая. Хорошенькая, между прочим, как раз легкая нефть. Просто порода, из которой я добываю, она отличается, и характер залегания нефти в породе отличается от традиционного, того, что принято называть традиционным месторождением. Ну, в общем, важно не это, а важно, что методы эти сработали очень эффективно. И вот вы видите, что до начала прошлого года 3 миллиона баррелей с мирового рынка ушло, 3 миллиона баррелей из одних только Соединенных Штатов Америки на мировой рынок вдруг ушло. Ну, как бы, мировой рынок, включая сами Соединенные Штаты. Понятно, что экспорт нефти в Соединенных Штатах до сих пор запрещен, сырой нефть. Но, как бы, то, что Америка начинала импортировать меньше нефти из-за того, что она удовлетворяла собственный спрос за счет собственной сланцевой нефти, она, естественно, ту нефть, которую раньше слава в США, оставляла на рынке другим потребителям. И вот это был тот самый баланс. То есть, вот если бы не было нижней части, цены бы провалились уже тогда, то, что мы увидели в 2014 году. А если бы не было верхней части, цены, на самом деле, ушли бы в 200 долларов. Ну, вот так сложилось вовремя, что все это друг друга компенсировало, и как бы, вот это вот, как я уже сказал, затишье перед бурей выглядело весьма стабильнее. Но в прошлом году эта стабильность сформалась. Сформалась по очень простой причине. Как бы объем выпадавшей нефти с рынка стабилизировался, вот он вот рос, рос, да, дороже до 3 миллионов, ну и примерно стал колебаться на этом же уровне. А сланцевая революция нефти в США продолжилась. Каждый год Соединенные Штаты били собственные рекорды в приросте добычи нефти, побили все рекорды в истории Соединенных Штатов Америки. Более того, если взять эпизоды наибольшего прироста добычи нефти одной страной за всю историю, вот их как бы ранжировалось, то выяснится, что Америка, вот приросты добычи нефти в Америке в последние годы занимают 3 из 5 первых мест, остальные принадлежат Саудовской Аравии, и то в основном это были эпизоды, когда Саудовская Аравия использовала резервные мощности. То есть это было не то, что называется органическим ростом, просто использованием мощностей, которые были уже дарены. Ну вот это, собственно говоря, и сломало рынок. В прошлом году на рынке образовался излишек нефти. В такой упрощенной арифметике прирост добычи нефти в прошлом году в мире составил 2,2 миллиона баррелей в сутки, а прирост потребления нефти в мире составил всего лишь 700 тысяч баррелей. То есть понятно, что прирост в 1,5 миллиона баррелей в сутки оказался лишним. Что это означало? Это означало очень простую вещь, что цены на нефть начнут падать. Что они и успешно сделали во второй половине года, сделали очень резко. Это, кстати, многих удивляет, хотя, я надеюсь, что для экономистов это будет понятно. Сейчас я расскажу, почему. Что если на рынке нефти складывается небольшой излишек или небольшой недостаток нефти, реакция С, она совершенно асимметрична. Она непропорциональна объемам изменений. Вот это вот объемам лишней или нехватки нефти, дефицита нефти. Вот. Говорю сразу, что, конечно, ничего бы не произошло с ценами в прошлом году, если бы тот самый успешно действующий картель ОПЕК, который я уже упоминал, повел бы себя так, как он вел себя раньше, а именно сократил собственную добычу для того, чтобы компенсировать тот избиток нефти, который вышел на рынок благодаря сванцевой революции нефти в США. Ну, как вы знаете, в конце ноября прошлого года Саудовская Аравия говорила своих коллег по Организации экспортеров нефти, по ОПЕК, добычу не запрошет. Ну, и вот это, собственно говоря, тогда и обрушило цены, и вот в этой ситуации мы находимся и до сих пор. Значит, почему, надо говорить, или все знают, почему изменение цен на нефтяном рынке совершенно непропорционально объемам излишка или нехватки нефти на рынке. Или все понимают, что это как бы просто арифметическое, собственно говоря, следствие из того, что вы, наверное, знаете, а именно того, что спрос на нефть характеризуется низкой эластичностью по цене. Понятно, что я говорю? Могу нарисовать, если вы представите, с кривой спроса. Вот кривая спроса, мы живем, весь мир живет в верхней части. То есть вот именно здесь изменение спроса нечувствительно к изменению цен. Ну, и вот вы там нарисуете, и вы поймете, что если у вас нехватка, цены очень быстро взлетают, и наоборот, если у вас излишек нефти, которую надо пристроить на рынке, чтобы его пристроить, цены должны резко упасть. На бытовом уровне это хорошо объясняется, потому что, ну вот если нефть, так как она один из самых дорогих энергоресурсов в мире, практически самый дорогой, и его заместили везде, где только возможно. То есть практически нефть осталась, используют ее в основном на транспорте, и в нефтехимии, где пока не нашли хороших заменителей. Это, собственно говоря, поддерживает спрос на нефть. Но этот спрос уже есть, и вот люди, которые используют нефть, ничего хорошего, ничего другого для себя не нашли, чем ее заместить. Именно эти люди, если есть нехватка поставок нефти, они готовы заплатить и более высокую цену, потому что им просто заместить нечего. У них на этом производство завязано. И наоборот, если у вас есть излишек нефти, он, опять же, никому не нужен. Все, кто могли, уже нефть получают, они получали ее по старым ценам, они с радостью заплатят меньше, но потреблять намного больше они не станут. Это и есть низкая разница. Чтобы привлечь новых потребителей нефти, вот и цены должны опуститься гораздо ниже. Ну вот это вот, как бы, такая абстрактная экономика нефтяного рынка. Ну вот в реальной жизни ровно это сейчас и происходит. Вот цена колеблется, опека решил, что он ничего делать не будет. И, соответственно, вот нефтяной рынок находится в положении, в общем-то, совершенно нормального для любого сырьевого рынка. Он ищет вот эту балансирующую цену. Ту цену, которая сбалансирует спрос и предложение. Пока он ее не нашел. Если вы знаете, с начала вот этого, 2015 года, многие с радостью решили, что все худшее уже позади, что вот та самая сланцевая революция нефтяная в США, из-за которой все это и началось, захлебнулась. И, в общем-то, рынок найдет новую точку равновесия, новую равновесию цену очень быстро. Этот вывод был сделан на статистике, которая перед вами сейчас на экране, а именно на просто данных по числу буровых станков, буровых установок, которые используются в нефтяной промышленности США. Данные публикуются в компании Baker Hughes. И видно, что действительно с пикового значения, которое было достигнуто 10 октября прошлого 2013 года, тогда в нефтяной промышленности США использовалось 1609 буровых станков, вот в прошлой неделе их число сократилось до 800 петель, то есть практически по половине. И вот, собственно говоря, когда цены в феврале марки этого года стали расти на нефтяном рынке, они начали расти именно на ожиданиях людей, которые решили, ну вот раз так резко сокращается число буровых станков, ясно, что и добыча нефти в Соединенных Штатах падает. А вот это оказался неверный вывод, потому что если вы посмотрите на вторую линию, это как раз кривая недельных объемов добычи нефти в США, и вы видите, что сокращение число буровых установок пока не привело к сокращению добычи нефти в США, но более того, оно до последних недель продолжало расти. Связано это с многими причинами, с ростом эффективности. Вот это революция технологическая. Так как бы, опять же, никому не надо удивляться, что и в нефтяной отрасли, так же, как и в любых других, масштабирование применения технологий, оно приводит к весьма заметному росту эффективности. Но есть и другие причины, почему вот такое резкое сокращение число буровых установок не сказалось пока на объемах добычи. Выводили не горизонтальные установки, которые не для горизонтального бурения, которые нужны для сванцевой нефти, а вертикального, старые установки. В общем, там есть целый ряд причин, которые как бы убрал с рынка наиболее неэффективные скважины, но оставил наиболее продуктивные. И вот такая эффекта, которая явно Солбовская Аравия ожидала, пока не наступила. Нельзя сказать, что его не бунт. Конечно, он, конечно, когда-то наступит. Действительно, во второй половине года, скорее всего, мы увидим, если не падение, то хотя бы стабилизацию объемов добычи нефти в Соединенных Штатах Америки. Но стабилизации на самом деле может не хватить для того, чтобы рынок забалансировать. Почему? Потому что, как я сказал, уже излишек нефти на рынке есть. Он остался с прошлого года. И вот в этом году он воспроизводится. Пока воспроизводится. Потому что, как вы видите, что объемы добычи, если мы даже возьмем не Соединенные Штаты, а мир в целом, то вот вы видите, что объемы добычи нефти, вот реально уже первый квартал этого года, они за пределами ОПЕК, опять же, выше, чем в первом квартале 2014 года. То есть пока то, на что надеялось ОПЕК, что объем добычи нефти за пределами картеля сократится, и это, собственно говоря, позволит им держать нищу, вот этого пока не произошло. Объемы добычи нефти пока сохраняются на прежнем уровне, и вы видите, что прогноз на последующие кварталы этого года тоже, в общем-то, пока достаточно спокойно. То есть весьма вероятно, что за пределами ОПЕК в этом году добыча нефти не сократится, а даже вырастет. Если это произойдет, вот вы видите на левой части слайда соотношение предложения и прироста спроса за 10 лет, в 2013 году, в 2014 году, и вот в 2015 году. Вот видите, что в прошлом году, то, что я сказал, вот это прирост, вот больше 2 миллионов баррелей в сутки, это прирост добычи нефти за пределами ОПЕК, а это вот прирост спроса мирового. Вы видите, то есть чисто я скажу, что 0,7, потому что вы видите, что за пределами ОСР, за пределами, знаете, клуба наиболее развитых стран, потребление нефти росло, а в развитом мире потребление нефти продолжало в прошлом году падать. Поэтому чистый прирост мировой, он был ниже, чем воловой прирост в странах догоняющего типа развития. Что может сложиться в этом году? Как вы видите, да, прирост предложения может оказаться меньше, чем прирост спроса, а может и нет. Поэтому весьма вероятно, что в этом году вот тот излишек нефти, который сложился, который нами унаследован с прошлого года, он станет меньше, но сохранится. Если он сохранится, то ожидать восстановления цены практически невозможно. Потому что, как я говорю, вот как бы нефть не может быть на рынке просто вот как бы на руках у продавцов. Так не бывает. Нефть надо хранить. Если вы ее добыли, ее надо либо продать, либо где-то держать до того времени, когда вы ее продаете. Хранить ее достаточно дорого. Экономика хранения на суше, она как бы для всех одинаковая. И в упрощенном виде можно сказать, что хранение одной бочки, одного барра нефти обходится в доллар в месяц. То есть, если вы хотите один баррель нефти хранить год, то вы должны рассчитывать на получение прибыли в 12 долларов, хотя бы, чтобы покрыть те издержки, которые у вас возникнут с тем, что вам этот баррель нефти надо хранить. И вот это на самом деле экономика запасов. Это то, что во многом сейчас является очень интересным, очень всех волнующим явлением на нефтяном рынке. Потому что от того, сколько же осталось места, куда можно нефть заливать, на самом деле зависит очень многое от того, как будет себя вести цена на нефтяном рынке в ближайшем месяце. Почему это так? Ну понятно, что если у вас еще есть куда заливать нефть, и если вы считаете, что цена все же будет расти, вот на правой части графика вы видите фьючерсную кривую, стоимость контракта на поставку барреля нефти через 12 месяцев, через 2 года, 3 года, до 5 лет. И вот если вы понимаете, что вы покупаете нефть не для того, чтобы ее сейчас использовать, а для того, чтобы хранить, как я сказал, ваши издержки на ее хранение должны оправдываться тем, что если вы сами храните, да, то вы надеетесь, что вы продадите ее через 12 месяцев по цене, которая будет превышать сегодняшнюю более чем на 12 долларов. Если вы покупатель и покупаете, то вы ее согласны сегодня купить, опять же, только при условии, что вы понимаете, что вы заплатите 12 долларов за то, чтобы ее хранить, но вы думаете, а если бы я ее сейчас не купил, а покупал бы через год, она бы обошлась мне еще давно. Это очень простая экономика, которая говорит о том, что вот разница между сегодняшней ценой, то, что называется дейтинг бренд, и фьютишной, она должна оправдывать экономику запасов, то, что вы видите на левой части. Как вы видите, вот здесь вот среднее значение запасов в развитом мире за 5 лет, и вы видите, что в общем-то сейчас мы из этих пределов вырываемся. Мир уже залил, развитой мир, залил в коммерческие запасы больше нефти, чем в обозримом прошлом. Дальше вопрос, а есть еще куда-то? И от этого зависит многое, потому что если хватит объемов хранилища на суше, тогда достаточно, чтобы цена между сегодняшней, разница между сегодняшней ценой и ценой через 12 месяцев, как я сказал, составляла около 12 долларов. Вот если выяснится, что этого не хватает, и нужно использовать танкер, а танкер используется как хранилище нефти. В 2008 году достаточно много нефти сырой и нефтепродуктов было закачано в танкер, как просто временное хранилище. Именно тогда вот эта экономика, вот вам для сравнения показано как раз, как выглядела фичечная кривая в декабре 2008 года. Вот тогда разница между ценами текущими и ценами вот через 5 лет была 36 долларов, ну и через год она как бы оправдывала, она составляла 20 с чем-то долларов, она оправдывала экономику хранения нефти и в хранилищах на суше, и в танк. Вот сейчас это не так. Сейчас разница на самом деле между текущей ценой и ценой через год, она еле-еле достаточно для того, чтобы оправдать хранение нефти на суше. Совершенно недостаточно для того, чтобы нанимать танкера и хранить нефть там, потому что там прямые затраты вырастают в полтора раза. То есть на суше вы храните баррель за доллар в месяц, а в танкере за полтора раза. И вот почему я так много об этом говорю? Потому что если вдруг выяснится, что вот нефти на рынке много, излишек нефти большой, ее некуда заливать на суше, и нужно использовать танкеры, вот этот вот передний конец коронной кривой упадет. Так по-другому невозможно, потому что никаким другим путем невозможно создать стимула для того, чтобы народ стал эту нефть хранить. А как я сказал, нефть куда-то должна деться, она не может просто плавать на рынке. Или второй вариант, что вот дальний конец кривой вдруг поднимется. Но причин для этого пока нет. Поэтому вот все за этим очень следят, потому что вот то, что будет наблюдаться на нефтяном рынке в этом году, что всех волнует, оно зависит именно от того. Вот как бы простая экономика, но очень важно. Почему, например, сейчас все узнавались Ираном, возможным заключением соглашения, которое позволит постепенно отменить санкции, снять санкции с Ирана. Занавались тем, потому что, например, считается, что, ну, как бы еще возможно осталось на суше, ну, порядка 300 миллионов баррелей куда-то за год. Но мощности для хранения еще свободные для закачки 300 миллионов баррелей. Если санкции с Ирана снять, то он вполне может до конца года выдать на рынок 170 миллионов баррелей. То есть, как бы большая часть свободных местностей просто уйдет на то, чтобы закачать Иранскую санкции. Включая то, что у них 70 миллионов баррелей, даже не та нефть, которую надо добывать, а это нефть, которая уже добыта, которая как раз в Иране хранится в емкостях и в том числе в супертанках. Потому что Иран из-за санкций просто эту нефть продать не может и хранит. Вот если эта нефть вылится на рынок, то этот баланс, он будет подвержен сильному испытанию. И вот дальше там уже все начинают думать, а сколько еще нефти может закачать в стратегические запасы Китай, Индия или что. Вот эта вся такая вот как бы скучная арифметика запасов. Сколько можно нефти переработать для того, чтобы хранить ее в емкости, которые пригодны не для хранения сырой нефти, а нефтепродуктов. А вот я сказал, что где-то 300 миллионов осталось, а для сырой нефти только 100 миллионов, а 200 миллионов это для нефтепродуктов. Опять же понятно, чтобы нефтепрорабатывающие заводы заинтересовались переработкой этой нефти, скорее всего придется придать нефть по более низкой цене. То есть вот это все, что я говорю, это то, что нынешняя ситуация, когда цены на нефть немного подросли, она, в общем-то, скорее всего еще неустойчива. То есть многие уже радостно сказали, что как бы рынок нащупал новую точку равновесия. У меня такого ощущения нет. Очень бы хотелось верить, но пока вот я не вижу объективной информации, которая позволила вот этот вывод сделать. Рынок еще будет нащупать эту самую точку равновесия, выяснять, кто же будет являться замыкающим производителем и какие у него издержки производства. Это опять же при условии, что ОПЕК ничего не будет думать. Вот. Или цена упадет. Вот вы видите, как выглядела динамика нефтяной цены во второй половине прошлого года и видите, какое контанго сложилось. Вот контанго, знаете, да это разница. Ну то есть рынок, он может находиться либо в ситуации контанго, когда цены фьючерсные выше, чем цена сегодня, либо в бэквардейшн, когда у вас цена будущего контракта ниже, чем цена сегодня. Вот видно, когда рынок перешел из одного положения в другое, но все равно видно, что вот эта контанго, ну вот ниже 14 долларов, то есть вот для хранения в танкерах недостаточно. Ну вот этот слайд, он показывает, вот хорошо, если ОПЕК ничего делать не будет, где же цена может нащупать ту самую точку равновесия. Это так называем, то что называется Break Even Price, то есть как бы по-русски по-моему цена самоокупаемости, да, то есть она показывает, вот если рынок был бы нормальный, действительно спрос бы или предложение друг друга уравновешивали, никто бы не сдерживал прирост предложения, где бы цена установилась. Вот тут можно смотреть, что если например отвлечься от налоговой составляющей, то вот сланцевая нефть в принципе 50 долларов и ниже. А вот глубоководная нефть, это наиболее дорогие виды нефтемных месторождений, которые в данный момент разрабатываются, вот они могут в этом, видите, что у них цена самоокупаемости, она повыше, хотя для некоторых, если убрать налоговую составляющую, она ниже. Ну вот это то, что вот рынок сейчас будет искать, кто же будет, кто же будет тем, кто наконец сократит добыть. Как вы знаете, Саудская Аравия надеялась на Соединенные Штаты Америки, пока не очевидно, надеялись на нефтяные пески Канады, на самом деле этого тоже не произошло. Все нефтяные компании, которые занимаются разработкой нефтяных песков Канады, объявили планы увеличения добычи в этом году. И это, скорее всего, так и было. То есть нельзя говорить, что падение цен не имело никакого последствий. Конечно, не имело. Потому что вот когда цены на нефть проваливаются, конечно, все компании сокращают инвестиции, но это закладывает как бы основу для того, чтобы ситуация на рынке изменилась. Только не в ближайшие месяцы, даже не в ближайшие годы. Потому что на самом деле средняя продолжительность подготовки проекта, от принятия инвестиционного решения до выхода нефти на рынок, она измеряется годами. С задним исключением. Как раз с ланцами нефти. Вот почему мы нашим коллегам в Саудовской Аравии говорим, что если они надеются на то, что как бы американская сланцевая нефть уйдет с рынка, то есть она перестанет расти, а потом ее добыча начнет падать, потому что цены будут на низком уровне, пока, как я сказал, этого нет, но это возможно. Можно до этой ситуации довести. Но, как нам кажется, именно вот то, что нынешняя революция имеет в своей основе технологическую основу и недооценивает те, которые думают, что эту нефть можно срынковывать. Что я имею ввиду? За совершенствование технологий бурение горизонтальной скважины для добычи станциевой нефти сейчас занимает 3-4 недели. Узнаем это по собственной компании, потому что мы одни из разработчиков насторождение сланцевой нефти в своем штатах Америки. Соответственно, если цена действительно упадет ниже операционных издержек, мы перестанем делать. И как бы прирост добычи сланцевой нефти в Америке остановится. Но ресурсы в этом есть. Как я говорил, если на рынке сложится даже небольшая нехватка из-за того, что ОПЕК ничего не делает, а за предъемой ОПЕК добыча вдруг сократится, цена-то вырастет. Как только она вырастет, в течение месяца американская нефть будет обратно на рынок. То есть вот как бы сегодняшняя ситуация будет все время распроизводиться, потому что в ее основе революция сланцевой нефти в США и она уже никуда не денется на США. И пока в Америке есть запасы нефти сланцевой, у ОПЕК, на наш взгляд, никакой другой альтернативы, кроме как смириться с этим и проводить ту политику, которую они проводили раньше, нет, такую политику они проводили раньше, они сокращали добычу. Причем хочу обратить ваше внимание, что совершенно необязательно для этого было принимать решения в рамках ОПЕК, снижать там квоту общей добычи у картеля. Вот то, чего они не сделали в конце ноября прошлого года. Данный слайд я привожу для того, чтобы вы увидели, как совсем недавно, в весной 2012 года, всего три года назад, был уже эпизод, когда мировые цены на нефть просели на 20 долларов. И как вы видите, добыча в Саудовской Аравии с июля по декабрь 2013 года сократилась на миллион баррелей всего. Никаких решений в рамках ОПЕК в этот момент нет. Саудовская Аравия тихо, сама сократила эту добычу. И это ровно то, что она может сделать в любой момент сейчас. Потому что именно ровно настолько им нужно сократить собственную добычу для того, чтобы нефтяной рынок сбалансировать. Они этого делать не хотят. И считают, что им собственных золотовалютных резервов хватит для того, чтобы выдержать период низких цен. Это правда. Золотовалютных резервов им пока хватит. Но если брать государственные резервы, они кончатся через три года. Но Саудовская Аравия – специфическая страна. То, что у них считается золотовалютными резервами монетарных властей, они, конечно, тоже будут использоваться правительством для финансирования бюджетного дефицита. А вы, наверное, знаете, что с прошлого года Саудовская Аравия, нам это все очень хорошо знакомо звучит, бюджет сводится с дефицитом. Потому что для балансировки бюджета Саудовская Аравия требуется цены выше 100 долларов. При ценах ниже. Дефицит стремительно нарастает. И вот, собственно говоря, золотовалютные резервы и в государственных нефтяных фондах, и вообще они, значит, стремительно спрашивают. Но на наш взгляд, собственно говоря, скорее всего, это наиболее рациональное решение, которое бы нефтяной рынок вернул в то состояние, в котором он находился до ноября прошлого года. Вот это как раз слайд из нашего прогноза. Как вы видите, мы честно говорим, что да, доля ОПЕК сокращалась в 70-е годы, но то, что в ближайшие годы может произойти, она опять сократится, не столь значительно, но сократится. В результате у них вырастут резервные мощности, но как бы им деться некуда. По нашим оценкам, это период, который где-то охватывает вторую половину текущего десятилетия. Почему это так? Потому что, согласно геологическим оценкам, просто вот в 2020-х годах сланцевая нефть, запасы сланцевой нефти в Соединенных Штатах начнут сокращаться. Из-за этого, собственно говоря, добычу нефти уже там невозможно будет наращивать. Соответственно, это вернет рынок к ситуации, когда будет востребована нефть ОПЕК. Но вот пока Саудовская Аравия этого делать не хочет, как говорят многие лица, страна принимает иррациональные решения, но она их принимает сознательно, рынок, скорее всего, ожидают весьма волатильные времена. Что касается российской нефти и газа. Саудовская Аравия, как вы знаете, в ноябре ввела консультации с Россией и с другими странами, не входящими ОПЕК, стремясь координировать объемы добычи. То есть они говорили, ну ладно, может быть, мы сократим объемы добычи, но и вы сокращайте. С американцами они, естественно, не пробовали это делать, потому что понимали, что это бесполезно. В России пробовали. Надо сказать, что, опять же, в прошлом году это был не первый раз, они уже трижды в истории пытались договориться с российским правительством об ограничении объемов добычи нефти в России, но так ни разу этого не добились, включая и нынешнюю ситуацию. Из-за этого, как вы видите на данном слайде, добыча нефти в России успешно продолжает расти. Вот за последние годы вы видите, что единственный год, когда добыча нефти не росла, это был 2009 год. С тех пор добыча растет и продолжает расти. В январе-феврале январские данные еще не видел, но январские и февральские данные говорят о том, что добыча сырой нефти и конденсата в России опять выросла, еще незначительно, на 0,6%, но продолжает расти. Это важно. Что как бы она продолжает расти, несмотря на то, что цены стали в два раза ниже. Почему это происходит, на мой взгляд, хорошо проиллюстрировано на данном слайде. На нем всего лишь, в общем-то, три простые линии. Самая верхняя, зеленая линия, это динамика экспортной цены на российскую нефть, Euro, то есть это номинальная цена. Средняя, оранжевая цена, это то, что видят российские компании, добывающие нефть. То есть это цена, отчищенная, кстати, даже не от всех налогов, это всего лишь от двух. От экспортных пошлин и от налога на добычу полезных ископаемых. Понятно, что у нас рентная экономика, если брать российскую экономику, вообще благосостояние, экономический рост в России в последние годы, начиная с 2000 года, был во многом основан на том, что вот эта рента государством изымалась и перераспределялась. Ну, что касается нефтяной промышленности, российским компаниям это было, в общем-то, все равно. Мы, вот если вы посмотрите, мы с начала 2004 года и вот до 2014 года примерно, в среднем, получали всегда одну и ту же сумму. Более того, если взять там постоянные доллары, которые учитывают изменение обменного курса рубля, вы видите, что это становится кривой еще более прямой. То есть, грубо говоря, российские компании даже не очень пострадали вот этого серьезного падения цен на нефть. Пострадали государственный бюджет, потому что вот эта разница, которая изымалась, она стала гораздо меньше. А мы-то что? Ну и вот, в общем-то, грубо говоря, как получаем в номинале около 30 долларов за баррель, или в постоянных ценах около 20 долларов, так и получаем. И именно поэтому добыча нефти в России продолжает расти, потому что это остается нормальным прибыльным бизнесом, потому что средняя цена самоокупаемая, куда входят, кстати, внутренняя норма доходности около 12%, она где-то на уровне 15 долларов, то есть 20 долларов для нас, 30 долларов и хорошая цена. Поэтому, на самом деле, если цена не будет падать дальше, в принципе, добыча нефти в России будет, возможно, по крайней мере, не падать, а может быть даже и расти. Ну вот на данном слайде это просто, чтобы все были в курсе, понятно, как устроены объемы добычи. Да, вот есть крупнейшая компания Роснефть, в которой наша компания в Бигде принадлежит чуть меньше 20% акционерного капитала. Ну и следующие компании по объемам добычи. Лукоил, частный уже сургут нефтегаз, Газпромнефть. Но вот я бы ваше внимание привлек вот к этой части, которая называется «прочие производители». Потому что, почему я привлекаю ваше внимание к этой группе, потому что вот все, кто добывают меньше, это вот те компании, которые на слуху «Татнефть», «Башнефть», «Газпром», «Руснефть». Но вот с точки зрения динамики добычи, мне кажется, что вот эта группа, прочие производители, она объединяет 150 с лишним компаний, названия которых многие никогда и не слышали. На самом деле, если посмотреть на то, что происходило в прошлом году, или что происходило последние пять лет, то есть сравнить объемы добычи по компаниям в 2014 году с 2009 годом, представляете, как изменилось за пять лет объемы добычи. Вы увидите, что вообще-то основной прирост добычи нефти в России приходится именно на эти компании. Совсем не на крупные. У некоторых крупных добыча даже сокращают. А вот эти вот мелкие, никому не известные компании, они, вот именно потому что, несмотря на все стенания экономика добычи нефти в России была весьма благоприятной, они использовали без всяких льгот, старые, существующие мелкие с советских времен месторождения и выжимали из них все, что надо. Вот этот процесс, который, на мой взгляд, если экономика не изменится, будет продолжаться. Поэтому, когда я вижу прогнозы о том, что добыча нефти в России упадет уже в этом году, причем весьма значительно, я задаю вопрос, а почему? Я пока не вижу оснований. Если цена на нефть не упадет до тех уровней, когда нефть в России перестанет выгодным добывать, добычу нефти в России будет продолжаться, более того, скорее всего, будет расти. Но посмотрим. Как я сказал, это зависит от цены на нефть. То есть правительство, оно, как вы видите, да, оно смиряется в своей доле. Так устроена система налогов, что их часть сокращается, а мы получаем примерно то же, что и все. Так что посмотрим, что будет. В газовой отрасли ситуация во многом отличается. Добыча газа, в отличие от добычи нефти в России, в последние годы то росла, то падала. Но явно, что Россия производит гораздо меньше газа, чем она могла. Если кто-нибудь слышал выступление главы нашего основного производителя газа, «Газпрома», то вы, наверное, знаете, что по их оценкам, они публично их озвучивают, в России сейчас существуют излишние мощности по производству 100 миллиардов газов. То есть Россия сейчас бы могла производить на 100 миллиардов газов, но не производит. И на самом деле, опять вернувшись немного в историю, не производит она, опять же, по очень простой причине. Потому что в Соединенных Штатах произошла сланция газа, которую в свое время и до последнего времени «Газпром» замечательно не хотят. Опять же, не буду долго на этом стрелячивать, потому что мы, на самом деле, были первыми, которые в одном из специалистических обзоров это подметили, а потом это уже стало такой аксиомой, который повторяют все. Сланцевый газ из Соединенных Штатов пока не экспортируется, это дело будущего, он будет экспортироваться. Но пока он не экспортировался, тем не менее, он стал конкурировать с российским газом в Европе. И именно из-за того, что Россия не смогла продать Европе столько газа, сколько она могла бы, добыча газа в России сокращилась. Почему? Как это произошло? Очень просто. В Соединенных Штатах Америки, когда произошла революция станцевого газа, цены на газ резко упали, и газ оказался конкурентоспособным с углем в электроэнергетике. То есть в электроэнергетике США газ стал помещать уголь. Уголь оказался в Соединенных Штатах в результате этого избыточным и стал экспортироваться. Вот этот экспортируемый уголь приплыл в Европу, и там оказался, наоборот, дешевле, чем поставки газа, которые Европа импортировала, в том числе и из России. И в Европе начался обратный процесс. Уголь замещал газ в электроэнергетике. Если кто занимался финансами электроэнергетики, знаете, что электроэнергетические компании европейские, которые пытаются производить электроэнергию при помощи газа, терпят страшные убытки уже достаточно много лет. Так вот этот уголь, который заместил газ в Европе, он прежде всего заместил как раз российский. Потому что российский газ был в то время одним из самых дорогих. В 2011 году, в 2013 году. И это как раз привело к тому, что Россия не смогла добывать столько газа, сколько нам могла. Но есть еще ряд новых тенденций на российском газовом рынке, о которых я сейчас скажу. Прежде всего покажу вам аналогичную нефтяную картинку динамики добычи газа в прошлом году и в последние пять лет. Опять вы видите, что независимые производители, причем даже не нефтяные компании, а мелкие нефтяные газовые производители, внесли достаточно серьезный вклад в увеличение добычи газа в России за последние пять лет. Ну а в прошлом году они внесли блок. При этом вы видите, что добыча газа в России сократилась в целом, но еще больше она сократилась у «Газпрома». То есть у «Газпрома» добыча нефти упала на 40 миллиардов кубометров, а в целом в России на 25. Сразу скажу, что если вы будете сравнивать эти данные с российской статистикой, вы увидите различия, которые заключаются в очень простом соображении. Если вы видите, здесь приставка «SP» — это стандартный международный кубометр, который по теплотворной способности отличается от кубометра российского. Поэтому, так как мы производим статистические продукты, в которых мы вынуждены, ну не вынуждены, мы публикуем данные по всем странам, мы вынуждены, естественно, все приводить к общим единицам и пересчитывать российские данные. Если кому интересно, могу подробно рассказать, просто скажу, что российский кубометр на самом деле по теплотворной способности на 10,5% хуже обычного. То есть, если вы переводите в стандартные кубометры, российская добыча, потребление усыхается на 10,5%. Поэтому данные отличаются, но динамика от этого, естественно, не меняется. И вот динамика в газовой отрасли, значит, «Газпром», как вы видите, остается основным производителем, но это компания, у которой последние 5 лет, как вы видите, а если брать более длинный период и 7 лет, добыча без конца падает. А с другой стороны, вот есть все прочие производители газа, которые, как вы видите, успешно эту добычу наращивают. Кстати, из-за этого, особенно люди, не живущие в России, по-прежнему считают, что российская газовая отрасль сильно монополизирована. Она, конечно, монополизирована, но заметно меньше, чем раньше. Это видно на данном слайде. Вы видите, как доля «Газпрома» в добыче и в внутреннем потреблении газа в России сильно менялась. В 2005 году, всего 10 лет назад, 85% добычи, 78% внутреннего потребления газа, все это был газ «Газпрома». А в прошлом году в добыче уже 67%, а во внутреннем потреблении и вообще 50%. Почему такая разница? Вы, наверное, знаете, что всем, кроме «Газпрома», газ экспортировать из России нельзя, кроме «Газпрома». по закону внешнего потребления газа, который утвердил монополию «Газпрома». Соответственно, все независимые производители, которые, как вы видели, добычи-то наращивают, куда им газ делать? Им приходится продавать газ только на внутреннем рынке. И что происходит? Естественно, они предлагают его на внутреннем рынке по ценам более низким, чем цены «Газпрома». Вот вам пример из прошлого года и позапрошлого года. В 2013 году, на самом деле, я сейчас скажу, это был ключевой год. Я привожу, например, сравнение цен, по которым «Газпрома» предлагала компания «Роснефть» и по которым на внутреннем рынке предлагал «Газпрома». То есть «Газпрома», как вы видите, больше 100 долларов за 1000 км, а «Роснефт» предлагала в среднем по цене ниже 80. Вот этот 2013 год, на самом деле, стал переломным. Он, на самом деле, стал переломным для «Газпрома» и на внешних рынках, я вам сейчас покажу, что я имею в виду, но и на внутренних. Это, кстати, связанные процессы. На внутреннем рынке в 2013 году очень много, просто в массовом порядке, потребители газа в России стали отказываться от контрактов «Газпромовских» и заключать контракты с независимыми производителями. И надо сказать, что, конечно, основной причиной этого были более низкие цены, которые предлагали независимые производители «Газпрома», стал жертвой собственного прошлого успеха. Может быть, вы знаете, что в 2006 году «Газпром» практически уговорил, не буду употреблять более сильных слов, российское правительство принять график роста внутренних цен на газ. Тогда была принята цель выведения внутренних цен на газ на уровень неравнодоходности с экспортными поставками. С точки зрения экономики это не имело никакого смысла. Я до приходов компании BP 13 лет работал в Всемирном банке, и, в частности, принимал участие в написании бумаг, которые российскому правительству объясняли, почему этого делать не надо. Ну, неважно. Они приняли этот закон, и цены на газ в России росли примерно на 15%. Но это были цены только для «Газпрома», потому что в России регулируются цены только «Газпрома». Цены всех других поставщиков не регулировались. Они свободны заключить контракт по той цене, которая их устраивает. А «Газпром» не может. И это, кстати, интересное явление. С начала 2013 года «Газпром» пытается уговорить российского правительства разрешить ему продавать газ на внутреннем рынке дешевле, чем те цены, которые для него нужны. Пока российское правительство ему это не разрешает. Ну, глядя вперед, что это означает? Это означает, что российские производители, кроме «Газпрома», свою добычу собираются растить. Вот я вам привожу слайд из компании «Росмерть», который причинит, что нам эта компания ближе. Но какие же планы у всех других производителей? То есть, если в прошлом году российские производители собирались, уже добыли где-то 40 миллиардов кубометров, то они практически хотят удвоить свой объем добычи. Это означает, что если ничего не изменится, доля «Газпрома» на внутреннем рынке будет продолжать сокращаться. Потому что если в нынешней ситуации этот «Газпрома» на внешнем рынке независимый производитель поставлять, но на внутреннем рынке они будут продавать по ценам, которые будут более привлекательны, чем цены «Газпрома». Даже если «Газпрома» разрешат продавать по более низким ценам. Просто потому что у «Газпрома» есть экспортное окно, а у других компаний нет. Деваться не будет. «Газпрома» надо будет продавать. Что и означает, что «Газпрому» от этой разницы, вот этот слайд из нашего прогноза, он показывает то, что для прошлых лет является экспортом, разница между внутренним потреблением и объемом добычи. А для прогнозного периода это опять же экспортный потенциал России. То есть вот то, что Россия может добыть и вот сколько она может вывести на внешние рынки, потому что внутри мы не ждем очень резкого потребления газа. Почему? Наверное, всем понятно, на всякий случай скажу. В России и так 53% энергобаланса – это природный газ. Представить себе, что газ заметно будет расти и занимать еще большую долю в энергобалансе достаточно трудно. Ну так вот, с точки зрения России, глядя на этот слайд, понятно две вещи. Во-первых, вот этот объем добычи реализуется только в том случае, если для этого газа будет найдена ниша на экспортном рынке. Если ее не будет, этот газ не будет добыть, потому что он внутри никому не нужен. Ну и с точки зрения «Газпрома», если вот от этой коричневой части ему будет доставаться все меньшая часть, он уже, скорее всего, в ближайшие годы будет контролировать меньше половины рынка, и дальше эта доля только сокращается. Ясно, что для него как компания, если они хотят оставаться газовой компанией, есть два выбора. Либо их добыча будет без конца падать, либо они будут укреплять свои позиции на внешнем рынке. Да, кстати, последнее, что я скажу. Почему, собственно говоря, в 2013 году, что еще изменилось, кроме более низких цен? Вот до 2013 года «Газпром» успешно блокировал доступ независимых производителей в объединенную газотранспортную систему России. Может кто-нибудь знает, что по закону у нас свободный доступ в газотранспортную систему существует уже более десяти лет. Но реально жизни этого не было. Вот надо поставить заслугу российскому правительству, что действительно в последние годы был сделан ряд шагов, которые позволили независимым производителям не только заключить контракты на поставки газа на внутренний рынок, но и с этими контрактами получить доступ в газопроводы, которые до сих пор принадлежат «Газпром». Более того, что интересно, я вот вхожу в газово-конституционный комитет «Евросоюз-Россия», это часть энергии диалога, и на нашем последнем заседании в январе заместитель председателя энергетического инвестора Государственной Думы на моей памяти впервые, публично, в присутствии европейских представителей, заявил, что возможно в середине 20-х годов «Газпром» будет разделен на «Евросоюз-Россия». То есть транспортная составляющая будет из «Газпрома». Для меня это было очень большим сюрпризом, потому что, опять же, в бытность работы в Мировом банке я входил в команду, которая предлагала российскому правительству примерно уже, наверное, не 17 лет назад, но очевидно не прошло и 20 лет, как российское правительство само над этим закончилось. Но вот пока этого нет, у «Газпрома» нет никакой другой альтернативы, кроме как, на самом деле, свою нишу на экспортных рынках подделки. Если кто-то из вас слушает или читает то, что публикует «Газпром», вы, наверное, знаете, что официальная линия «Газпрома» стоит в том, что российский газ, а именно газ «Газпрома» тоже другое в Мировом банке поставляется, всегда будет продаваться по ценам, индексированным по цене на нефть. Конечно, после того, как цена на нефть упала, энтузиазмах упала, но, тем не менее, это их официальная линия. Цена на российский газ будет индексироваться по нефти. Пока, естественно, цена на нефть была очень высокой, из-за этого, собственно говоря, российский газ был самым дорогим. Но, что интересно, хотя это продолжает звучать в публичных выступлениях руководства «Газпрома», это реальная жизнь, «Газпром» уже изменился. Вот на этом слайде я вам показываю динамику реконструированной российской цены в Германии. То есть это, опять же, не буду терять время, потому что она заканчивается, это как бы вот по какой цене реально продается российский газ. То есть не та цена, которая в контракте указана, а по какой немецкие покупатели реально получают российский газ и отличаются они в связи с тем, что там есть разные разовые дисконты и ретроактивные платежи «Газпрома» потребителям, которые, собственно говоря, вот эту цену меняют. Вот что видно на данном слайде, это то, что действительно в девятом году, в десятом году, в одиннадцатом году российский газ был в Германии гораздо дороже, чем газ, который продавался на газовых торговых площадках. А в двенадцатом году, вы видите, он начал, эта разница началась сокращаться, а в тринадцатом году, в том самом переводном году на внутреннем рынке российском, они практически выросли. Собственно говоря, немецкому потребителю в тринадцатом году стал по большому счету все равно покупать российский газ или любой другой газ, который мог цепить на торговом рынке. В прошлом году, как вы видите, сначала динамик разобраться, потом опять сошлось. И вот, глядя в будущее, нам кажется, что это неизбежность. Российский газ должен поддерживать свою конкурентоспособность на внешнем рынке. Другого способа, как только отказываться от долга, но продавать по ценам, которые на рынке реально существуют, нет. Можно говорить все, что угодно, но продать газ можно только по той цене, по которой вас его готовы купить. Кстати, вот это не на слайде, а вот в заголовке, если вы прочитаете последнюю часть, она гласит, что Газпром в последние годы продает как минимум 10 миллиардов кубометров газа просто на торговых площадках. В общем, многие привыкли, даже многие этому удивляются, включая, например, я помню, когда господин Михельсон из Новотека это рассказал, он сильно удивился. Хотя, в общем-то, все это есть в официально публично доступных данных. Газпром продает газ через свои трейдинговые подразделения, Газпром Маркетинг и Трейдинг, Газпром Германика, просто на торговых площадках. И там есть опять же разные способы, как это ценить. В 2013 году как минимум они продали 12 миллиардов, в прошлом году напрямую через Газпром Маркетинг как минимум 10 миллиардов, но похоже, что они еще через другие продают. То есть как бы это то, что Газпром никому не говоря, просто продает по спортовым ценам. То есть как бы официальная линия, продаем только по ценам индексированные по нефти, а на самом деле прекрасно, это примерно 10 процентов российского газа, который идет в Европу, он продается по спортовым ценам. Плюс цены вот для таких крупных потребителей, как Германия, как вы видите, на самом деле и контрактные цены на долгосрочные контракты сближаются. Именно поэтому мы считаем, что российский газ на внешних рынках будет конкурентно способным. Вот вы видите из нашего прогноза это то, как будет складываться экспорт российского газа. Мы продолжаем считать, что Европа будет основным рынком, доля бывшего Советского Союза будет сокращаться, Китай станет растущим рынком, ну и поставки жирного природного газа, они будут продолжать расти. Ну, здесь я пропущу. Это как бы слайд, который демонстрирует то, что хотя, как мы и говорим, Китай явно является перспективным рынком для России, ошибкой было бы считать, что Китай возьмет столько российского газа, сколько Россия захочет на него. Это будет возможно только в том случае, если российский газ окажется конкурентоспособным центральноазиатским газом. Вот у Китая уже есть контрактов на поставки газа из Катменистана, Узбекистана и Казахстана более чем на 80 миллиардов кубометров в год. Уже в следующем дистанции. А это как бы динамика как быстро, да, вот практически с нуля за последние пять лет объемы импорта газа в Китае выросли из этих стран. Это уже реально действующие трубопроводы. Россия собирается строить трубопроводы, а эти трубопроводы уже существуют. И строится много. Так вот, российскому газу придется с этим конкурировать. Вот это вот цены, по которым из таможенной статистики Китая можно восстановить, по каким ценам они покупают. Опять же, контрактные цены секретны практически везде. Но всегда по данным статистики вы можете средние цены все равно воспроизвести. И видно, что российскому газу придется конкурировать. В Китае с среднеазиатским газом, вот в Европе мы считаем, что у российского газа шансы сохранить свои позиции достаточно хороши. Вы видите, что по нашему прогнозу к 35-му году доля российского газа в потреблении природного газа Европы, она примерно останется на нынешнем уровне порядка 32-33%. То есть треть газа в потреблении Европы, по нашему оттенку, придет из России. Но это, опять же, при всех тех условиях, о которых я говорил, что российский газ будет конкурентно способен. Ну и в связи с этим и зависимость России, российской газовой промышленности, Газпрома прежде всего, от рынков европейских, сохранится. Она вот в последние годы росла, сейчас она сократится, потому что Европа будет импортировать больше жизненного природного газа. Но дальше мы считаем, что она стабилизируется, и все равно, как вы видите, на Европу будет приходиться порядка 60% российского газа. Ну, наверное, я на этом закончу. Да, вот слайды просто пройдусь, да, вы все это знаете. Вот Россия, естественно, это нефтяная экономика. Вот просто рисуешь, когда сразу все видно. Вот динамика цен на нефть и динамика обменного курса. Понятно, что когда был валютный коридор, зависимость была ниже, как только рубль стал свободно плавающей валютой. Вы видите, что все, корреляция ушла под 0,9. То есть, как бы, никуда не движется. Рубль – это валюта нефтеэкспортирующей страны. Причем именно нефти. Вот вы на всякий случай вам скажу. Все знают, что там больше половины российского экспорта – это нефть и газ. До последних лет это вообще было 66%. Но вы видите, что больше 50% – это нефть, а газ – это всего процентов 7. То же самое, кстати, с доходами федерального бюджета. Все знают, что нефтегазовые доходы – это половина дохода федерального бюджета. Только 45% этого – нефть. Это как бы для понимания соотношения значения этих двух секторов для экономики России. И, наконец, уже совсем такой откровенный слайд, который показывает, насколько зависима российская экономика от экспортных цен на нефть и газ. Вот вы видите, красная кривая – это темпы роста нефтегазовых доходов экспортных российских, а синие – это всего лишь темпы роста российского города. Если кто не видит сведения, то это вы бы увидите. Ну, давайте я на этом остановлюсь, потому что дальше у меня идет прогноз, это еще столько же слайдов, а время, как раз, я думаю, я ровно час обнимаю.